добрый день дорогие друзья добро пожаловать ко мне на кухню я недавно готовила майонез два варианта один с яйцом натуральный классический а второй делала на молоке без яйца и я обещала приготовить постный майонез или же как мы еще говорим вегетарианский он без животного жира и все ингредиенты и растительного происхождения сегодня буду готовить из консервов купленные в магазине частности из консервированной белой фасоли и зеленого горошка я приготовила разные тут специи или добавки ну начну отсюда здесь у меня сухой чеснок в этом варианте буду использовать лимон а там уксус жидкая горчица обыкновенная хрен готовый я его покупала в украинском магазине сахар и соль и для второго варианта приготовила молотый чеснок горчицу в этом варианте буду использовать зернистую горчицу черный перец здесь у меня винный уксус можно яблочный ну и сахар с солью конечно основной ингредиент растительное масло и сейчас буду выливать соки вот этих консервов здесь фасоли а здесь зеленого горошка и конечно же можно приготовить из консервированно ну да я его не буду уже открывать так что начинаю уже готовить из фасоли и из горошка хочу добавить что майонезы можете взбивать любым венчиком какой у вас есть хоть ручной руками но немного он долго но все равно взобьется или же вот таким вот обыкновенным миксером только с одной ножкой чтобы уложить в какой-то сосуд чтобы он хорошо взбивался или же погруженным блендером которым я взбивала классические майонезы прошлом видео из того же набора тоже венчик электрический так что можно любым лишь бы иметь желание приготовить домашний майонез ну начну первым лобби фасоль прошлом видео я взбивала погруженным блендером я его отложу и буду взбивать тем же блендером только вот венчиком но сейчас мне нужно процедить сок консервы сколько выйдет сок очень густой как раз такой нам и нужен а эту фасоль я использую потом на какие-то салаты или же сделаю суп все здесь уже нет больше сока я это отложу что мы делаем здесь ровно 100 миллилитров сока всегда получается по-разному в каждой банке по-разному сок добавляю соль здесь у меня все по пол чайной ложки сахар чеснок и начну взбивать остальные ингредиенты буду добавлять дальнейшем попозже скорость устанавливаю почти высокую это уже тоже регулируйте сами как вам удобно чем выше она быстрее конечно ну и начну взбивать до пышности прямо на глазах загущается вот смотрите я добавила только минимум каких-то добавок я еще масло не добавляла забью еще несколько секунд и буду добавлять растительное масло смотрите какая густота и это только сок консервированной фасоли сейчас я опять включаю миксер и начну доливать тонкой струйкой растительное масло растительное масло можете взять любое какое у есть какое вам понравилось у меня подсолнечное масло можете кукурузные можете оливковое это уже по вашему усмотрению все начинаю добавлять тонкой струйкой мне понадобилась помощь мужа он будет включать миксер а я буду доливать а то здесь все будет расплескиваться вот что было на на ложке это первый вариант я немножко жидкий было сейчас видите прекрасная густота у этого майонеза сейчас добавлю остальные ингредиенты уксус черный перец и зернистую горчицу заливаю уксус засыпаем черный перец это все как я и говорила по вашему вкусу добавляйте все что вам нравится и зернистую горчицу сейчас еще буду взбивать несколько секунд чтобы это все смешалось все эти специи наш майонез готов из фасоли я сейчас его буду перекладывать в баночку очень вкусный майонез с разными приправами так что он прекрасно будет заправлять вам салаты все и закрываем вот такой домашний майонез постный вегетарианский получается так что можете приготовить вы тоже с теми специями какие у вас есть в холодильнике это откладываем и сейчас займемся вторым вариантом сейчас буду взбивать сок из зеленого горошка добавляю соль и сахар добавляю чеснок и как прошлый раз остальные грядеты будут добавлять последующим начинаем взбивать как и в том случае до пышности до белого цвета то как вот кремообразным будет цвет тоже будет как у крема вот видите все уже стало пенистое я начну заливать растительное масло сколько потребуется это конечно я не смогу сказать каждый раз по-разному получается тонкой струйкой вот я взбивала он конечно немножко жидкий получается но я сейчас буду доливать растительное масло так как консервах горошка сок очень был жидкий он не такой густой и будет как у фасоли но я все равно хочу как бы до взбить для того чтобы еще загустелось я немного растительное масло еще долью и продолжу взбивать вот смотрите чем больше масла заливаешь тем она гуще становится продолжаю заливать растительное масло вот смотрите она загустелось не то что предыдущем я показывала сейчас добавлю остальные ингредиенты лимонный сок горчицу обыкновенную и вот этот вот тертый хрен я еще раз повторяю растительное масло какое количество примет это уже вы будете смотреть сами потому что каждый раз получается по-разному сейчас я это перемешаю все вместе вот у меня осталось немного я долью все больше взбивать не будем так как уже достаточно хорошо взбилось и загустелось вот смотрите как густая сметана сейчас я переложу вот этот майонез уже во вторую банку вот смотрите прелесть эти 2 майонеза отличаются по цвету тоже видите этот из фасоли а этот из зеленого горошка густота достаточно хорошая с вкусными специями специями специи добавляйте какие вам нравятся можете добавить специи не так много как я только сахар соль уксус или лимонный сок и вот второй он тоже очень вкусный с другими специями он приготовленный так что у вас есть два варианта чтобы приготовить постный или вегетарианский майонез хранится в холодильнике она достаточно долго потому что здесь лимонный сок который сохраняет и есть уксус я добавила сухой чеснок вы можете свежий добавить она более насыщенный вкус придаст и насчет растительного масла хочу сказать никогда не знаю сколько впитается потому что каждый раз получается по-разному так как не знаю в консервах какой консистенции жидкость самого вот этого продукта ну все равно получается достаточно густой и вкусный майонез но на этом все дорогие друзья я сегодня приготовила постный или же вегетарианские майонез вот эти майонезы которые я приготовила в прошлом видео показывала это классический с яйцом а этот на молоке тоже очень вкусные я оставлю ссылку и обязательно тоже приготовьте так что вот дорогие друзья вы сами видите очень легко и быстро и своими руками не обязательно покупать в магазине добавьте свои любимые специи или добавки и наслаждайтесь вкусным майонезом ну на этом все я хочу временно попрощаться кто не подписался подписывайтесь делитесь со своими друзьями и до новых встреч на кухне умери до новых встреч до новых встреч до новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok